Тема системного обращения с отходами в этом году для прокуроров региона будет ключевой. С этого начал свой доклад Сергей Бажутов. Республика пока только привыкает к новым правилам, а грехов в работе регионального оператора сегодня хватает. Но у этого есть объективные причины, учитывая отдаленность населенных пунктов и их растянутость по территории. Пока что в Коми всего 11 действующих мусорных полигонов. Раскачиваться властям на местах времени уже нет. Пора действовать. В текущем году прокурорам необходимо уделить пристальное внимание вопросам создания контейнерных площадок и утверждения схем их размещения. А также проверить соответствие условий договоров на транспортирование отходов требованием законодательства и существующей системе накопления ТКО. Предпринимательство традиционно благодатная почва для коррупционных отношений. Особенно если в деле фигурируют госконтракты. Откаты, по словам Сергея Бажутова, сегодня не стесняясь закладывают цену. И это пресекалось надзорным ведомством повсеместно. В январе 2015 года администрации Карткировского района с фирмой из Твери заключен муниципальный контракт на поставку мусоросортировочного комплекса. Уже изначально в цену контракта, это свыше 14,5 миллионов рублей, заложен откат в размере 1,2 миллиона тысяч, который руководитель поставщика обналичил и передал через посредника первому заместителю руководителя администрации района. Примечательно, что первый раз аукцион на право заключения этого контракта проводился в ноябре 2014 года. И на него, помимо своего участника, была заявлена другая фирма с ценой предложения на 2 миллиона меньше. В итоге обеим фирмам отказано в допуске к участию в аукционе, а в январе победил поставщик, обещавший откат. В прошлом году в коме зафиксировано 241 коррупционное преступление. 80% тяжкие и особо тяжкие. Громкие процессы – уже своеобразная визитная карточка наших правоохранителей. Бывший руководитель комитета информатизации и связи Селютина осужден к пяти годам лишения свободы. Также реальное лишение свободы назначено руководителю администрации Сногорска Леонову. Вынесен приговор руководитель коми-республиканского центра энергосбережения Ветершову за получение взятки. Осуждены директор акционерного общества коми-потечной компании и ее сын, похитивший из бюджета 14 миллионов рублей при заключении ипотечных договоров с участниками государственной жилищной программы. Снова отдельной темой прозвучала недопустимость процессуального дробления следствием уголовных дел из одного производства. По словам Сергея Бажатова, это никому не нужная волокита, лишь усложняет жизнь самим правоохранителям. Максим Васильев, Олег Юшков, телеканал Юрген, Сыктывкар.